Здравствуйте дорогие зрители! Меня зовут Настя и вы на канале Начни Готовить. Сегодня мы с вами приготовим великолепный торт, который подойдет на праздничный стол. Это будет классический польский пляцок Пани Валевская. Чередование песочных коржей, смородинового джема, крема и безе создают оригинальный и неповторимый вкус. Рецепт вы можете видеть на экране, а также в описании под видео. Для начала приготовим коржи. Для этого белки отделяем от желтков. Важно, чтобы желток не попадал в белки, потому что они впоследствии пойдут в меренгу, а она может плохо взбиться при наличии жиров. К желткам добавляем мягкое сливочное масло. Всыпаем муку. Добавляем сахар и ванильный сахар. Немного соли. И разрыхлитель. И хорошо все перемешиваем. Я сначала сделаю это лопаткой, а затем вымешу тесто руками. Не ждите окончания видео, а прямо сейчас ставьте лайки и подписывайтесь. Так вы поможете моему начинающему каналу расти. Сформируем однородный шар из теста. Обернем его в пищевую пленку и отправим в холодильник на 30 минут. А пока займемся кремом. В миску разбиваем яйца. Добавляем соль, сахар и крахмал. И все перемешиваем. Сахар уменяем вместе с молотым стручком ванили. И поэтому он на вид слегка коричневый и в крапинку. В миску тонкой струйкой добавляем горячее молоко. Постоянно перемешиваем. Затем перельем все обратно в сотейник. И пойдем к плите заваривать крем. Важно не давать крему сильно кипеть. Так как там яйца и они при кипении сворачиваются. И он приобретает яичный вкус. Лучше довести немного до кипения. И варить при такой температуре до загустения. Крем постоянно следует помешивать, чтобы он не пригорел. В конце снять с огня и дать полностью остыть. Верх следует накрыть пищевой пленкой в контакт. Чтобы не образовывалась корочка. В это время мы займемся песочными коржами. На противень, застеленный пергаментом, я ставлю кольцо. И буду формировать два коржа диаметром 18 см. В конце можно их слегка выровнять скалкой. Выпекаем при температуре 180 градусов около 15 минут. Когда крем для торта остынет, выкладываем его в миску и пробиваем миксером до однородности. Затем добавляем мягкое сливочное масло. И продолжаем взбивать крем еще пару минут. А готовили ли вы торт Пани Валевская со смородиной? И нравятся ли вам такие пироги, торты, как этот польский пляцок? Напишите мне об этом в комментариях. Для меренги белки чуть солим и взбиваем миксером. Начинаем со средних оборотов и постепенно увеличиваем скорость. Важно иметь сухую и чистую посуду, а также мощный миксер. Я взбиваю белки из холодильника. Постепенно в массу вводим сахарную пудру. С ней наша меренга будет стабильнее, чем с сахаром. Продолжаем взбивать, пока белки как бы не начнут наматываться на венчики. Классический рецепт этого польского торта предполагает добавление крахмала в меренгу. Я его просеиваю и аккуратно вмешиваю лопаткой в конце. Затем на запеченные немного коржи выкладываем смородиновый джем. Важно, чтобы он был густым. Я же просто протерла смородину через сито, добавила сахар и крахмал. Заварила до загустения на плите. Количество джема регулируйте по своему вкусу. У меня пошло по 2-3 ложки на каждый корж. Сверху я решила отсадить меренгу с помощью кондитерского мешка. Она хорошо держит форму и так выглядит более эстетично. Но можно, конечно, использовать лопатку или ложку и просто равномерно распределить одним слоем. Выпекаем при температуре 130 градусов около 45 минут. Необходимо посушить меренгу. Готовые коржи достаем, остужаем и приступаем к формированию тортика со смородиной. На дно вкладываем треть крема. Затем ложим первый корж. И в этот момент я заметила, что меренга начала трескаться. Я забыла надеть кольцо. Когда же я это сделала, была обеспечена прочность конструкции и крем вложить стало гораздо проще. Сверху выкладываем второй корж. Присыпаем торт миндальными лепестками. И ставим в холодильник. Лучше на ночь, чтобы он хорошо пропитался. Затем снимаем кольцо и можно дегустировать. Замечательный торт Пани Валевская готов. Смородиновый джем слегка потек с нижнего слоя и застыл. Но мне показалась эта небрежность допустимой и естественной. Так что я решила ее ставить. В нем необычайно сошлись вкусы песочных коржей, терпкого смородиного варенья и безе. Такой тортик сможет приготовить каждый. А подойдет он даже на праздничный стол. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok